всем привет у меня сегодня такая видеозарисовка на фоне девчонок будет но видео скучное и разговорные поэтому если кому не интересно можете сразу закрывать и не тратите время зря сначала объясню почему именно полу дело в том что они очень сильно устают школе сидеть и я иногда им разрешаю делать уроки на полу на почерке это сильно не отражается они все-таки стараются и горка там своей комнате то сейчас немножко по делу на полу а сейчас за стол сел так я сегодня хотела поднять тему о детях которых приняли семью о том какое скажем так какой багаж они с собой привозят вот уже в другую семью в которой взяли почему я решила именно сегодня это записать потому что у нас за обедом случилась такая небольшая неприятность и это натолкнуло меня записать видео неприятность конечно такая скажем рядовая в общем у нас миша погрел нам суп мы все спустились вернее я егор спустились мы уже сели есть девочки еще задерживались меня все что-то отвлекало от того чтобы начать есть а егор так как он из школы голодный пришел он быстрее кушать ложка 2 она 3 он не говорит мам суп как пиво я сначала не придала значение просто среагировал на то что наверное суп скис ну случается такое да суп вчерашний вот я попробовала да действительно такой привкус есть думаю не буду я его кормить придумаем что-нибудь другое в общем все убрала пока убирала пока посуду перемывала у меня мысли знаешь голове зародились странное сравнение у егора суп с пивом меня сразу начал голове крутится дело в том что в нашей семье мы пиво не пьем если случается у нас на столе алкоголь то это или вино или например там водка но пиво мы не покупаем потому что сейчас пиво живого его не найдешь а то что продают это гормоны это очень плохо влияет и на почки и на все вот короче нет у нас пиво в семье почему же он сравнил с пиво я устал спрашивать пытать очень не может он не ответить на этот вопрос никак и в общем мои раздумия такие что она верно у него все-таки на какой-то подкорке осталась вот эта память с прошлой жизни скажем так все-таки он этот багаж вот принес так как они из семьи неблагополучной где не просыхали практически ой и толпами ходили туда я когда читала акт изъятия волосы шевелились вот как показывают иногда страшное да что там постельного белья нет в кроватке в детской вот это тот случай тот случай записан я конечно не знаю насколько это правда меня что мне было но не доверять например органам пдн в нашей ивановской области я не могу потому что уж таких сильных страшных случаев оговоров родителей у нас не было были какие-то мелкие оговоры такие вот там в невыполнении обязанности еще что-то но вот так конкретно что идет пренебрежение детьми такого по-моему вот я не слышала это все основном идет центральных каналов а вот тут такой случай был вот и когда вот они настолько только появились у нас значит была суббота был банный день и я после того как мы нам и в бане лето у меня была живая еще мама мне значит нужно было пока ниже пока еще не сильно жарко было я мыла маму потом вот это все споласкивалась ждали когда баня еще больше прогреется я тащила мыть детей всех вот этих вот мелких гавриков потом мы шли мыться с лерой а потом уже шли там сережа и мальчишки миша с никитой вот ну сами понимаете и лето и жара и баня жаркая и я после баня то прямо доползала вот до этого диванчика ложилась и буквально минут десять как говорится меня не кантовать что называется да вот я не понимал что делаю и гордо меня это дошло только на вторую баню он буквально вот свой носик мне губам он меня обнюхивал я не понимал чё с ним что ночью ребенок неделю в семье да я еще не я к нему не приноровилась не он к нам вот и вот на на вторую баню же я поняла он пытался учуять не пахнет от меня алкоголем и тогда я себе вообще запретила даже на стол ставить алкоголь пока вот они не адаптируются в семье чтобы их это не шокировало вот и сергей тоже сказал огурец у тебя баня и суть алкоголь то значит так что дети уже спят вот тогда выставляй на стол а так или прячь за чайником или как-то чтобы они этого не видели вот эту бутылочку маленькую вот вот этот был пункт а потом следующий пункт значит лекарства когда мы да они нас болеет же они меня оптом все один заболевает и другие следом и вот когда меня болели им значит выписали жидкую микстуру от кашля в мензур очки вот и когда я стала давать василис эту мензурку она значит ну на третий раз она ее там выпила и это тут когда дала мензурку снежки его и егору я даже у меня даже рот открылся вы сергей то есть ты так не умеешь нет понимаете это четкий бросок в рот вот этой мензурки и мензурка там все выпито и на стол поставлена настолько отточенные движения были что у того что другого шумя прям вот по затылку аж мурашки побежали это вообще это что-то с чем-то было я бы сижу чем черт наливали что ли там я не понимаю в общем было вот я да меня кстати обвиняют многие что я очень часто использую слова шок ой ну это не шок конечно был но мурашки по не бежали вот и третий такой пункт очень сегодня разговор плохо про алкоголь нас и третий такой пункт тоже у нас было что-то мы такое отмечали естественно на столе был алкоголь но дети уже были наверху и тут друг спускается вниз его вот и заявили постоял постоял ну мы не успели ничего спрятать как говорится и он заявляет и говорит а я пробовал пиво то ну к слову скажу что пиво нас на столе не было я потом уже поняла что под словом пиво у него ну как говорится он понимаешь что это алкоголь он же не может такое слово трудно и сказать вот и я так сразу об попробовал ну-ка давай-ка может и что исполнишь а кто тебе давал папа вы папа правильно а как папу зовут у серёжа мы сергей дальше переглядываемся ну дело в том что они же у нас тоже сергеевичи ведь это вот так же как и наши поэтому правильно до прошлой жизни у него пап тоже звали серёжа все сходится вот а теперь у меня пункт для всех кто меня смотрит из приемных родителей если с вашими детьми будут работать психологи и работать без вашего присутствия представьте себе вот как наш его выдал кто тебе дал попробовать папа как папу зовут серёжа понимаете это уже шаг к тому что к вам придут домой потому что у ребенка в голове каша он не понимает а я потом его спрашиваю а как же вот этот папа тебе да вот он тебе давал нет он не не давал не давал ну ты же сказал папа и стоит и он думает у него в гао и дни и вот он стоит он запутался у нас запутался настолько что он не мог дальше ничего говорить лучше в кашу на голове и вот потихонечку у него времени от времени что-то такое всплывает вот сегодня опять видно очередное такое всплыло что он сказал суп как пиво то есть ну если честно вот в моем детстве я например знаю вкус браги да потому что когда гнали брагу то гнали смогу была брага когда еще меня был живой отец вот этот запах он стоял настолько что он даже ощущался на языке то есть это не говорит о том что мне наливали нет но я запах вот этот вот ощущала ну может быть и вот он также может не то что уж там его наливали я же не могу обвинить этих родителей в том что они там спаивали своего малыша но если они например занимались смогу на варенье то в воздухе были вот эти вот синюшные пары и они наверное на языке оседали он запах запомнил вот этот запах он у него всплыл сегодня вот так вот у нас сегодня в общем что у меня будут еще какие мысли я еще наговорю на телефон вот так на фоне девчонок может еще на другом на каком фоне а то тоже меня обвинили вот сидит со скучным лицом какую-то фигню тут говорит ну для меня это не фигня для меня это наболевшие мозоль моя для тех кто слушает если кому-то не интересно но товарищи важно не заставляет это слушать правильно а кому-то это может быть даст шанс понять их детей может быть они что-то вот не понимают своем ребенке я пытаюсь понять каждый поступок что вот он делает ребенок мой да что василиска что снежка что егорка что старше я пытаюсь это понять каждой поступки а потом уже думаю то ли их миловать то ли их ругать то ли объяснять им ну наверное хватит уже сегодня болтать еще спасибо тем кто меня послушал если никто не послушал то и ладно youtube-то стерпит говорится вот главное вы говорится вот такие нас интересные моменты по поводу алкоголя может у кого-то что-то тоже было но навряд ли это напишут комментариях если хотите поделиться вот просто по-человечески у меня открытая страница вконтакте можно в личное сообщение написать это я обращаюсь к приемным мамочкам тоже у кого вот детки такие же как у меня пишите познакомимся подружимся я понимаю что не каждый вынесет ссор из избы мы ведь тоже все на камеру не рассказываем но частично я все-таки решила что буду рассказывать и показывать для того чтобы другие приемные поняли что не только у них это происходит я живу первый год когда жила я думала и смотрела на других приемных и думал да боже мой это что мне такое только досталось это что у меня только такое я одна вот в этом дерьме остальные ты всех все хорошо у меня просто-напросто слов не было а сейчас вот когда у меня уже прошло время да я я все понял я то понимаю что у них то может еще и хуже было просто они как сказать у них нет вот этого рассказать а у меня вот есть мне вот надо рассказать как говорится других предупредить что их может ждать чтобы для них это не было таким неожиданным неприятным в общем розовые очки нужно снимать заранее не ходить в них перед тем как принять семью детей то что школа приемного родителя рассказывает правду до рассказывают но редко в этой школе приемного родителя есть сами приемные родители там психологи а у них никогда не было приемных детей они не знают и 10 доли того чего достается нам они это все знают из книжек из фильмов и по рассказам все личного опыта у них нет если у кого-то есть школах приемных родителей вот именно как говорится люди которые принимали таких детей и с ними работали то это бесценные кадры у нас таких нет психологов они у нас хорошие но без вот этого личного опыта так я уже пыталась попрощаться опять меня принесло остапа понесло ладно всем хорошего настроения всех благ всем вась ты у нас умеешь говорить то но вот она мне уже звучало зазубрила 1 всем пока пока